Привет, друг! Меня зовут Маша. Рада видеть тебя. И как можно сделать вывод по этим прекрасным книгам, речь пойдет о волшебной трилогии про Девабад. Латунный город, медное королевство и золотая империя. Так что заваривай себе самый душистый чай и приступим. Эту удивительную историю о волшебном городе джинов многие причисляют к жанру янг-эдалт и даже ром-фанд. Я не буду отрицать того факта, что одного из героев действительно можно назвать подростком по меркам джинов. Но все-таки я считаю, что это никак не янг-эдалт. И уж тем более не ром-фанд, потому что любовная линия здесь не является главной. Мне кажется, что эту историю можно отнести к классическому приключенческому фэнтези. Познакомилась я с первой книгой года два-три назад. Точно не помню, она как раз только вышла. И когда я стала ее читать, я просто не могла оторваться. Настолько меня захватила эта история. И когда книга закончилась, меня просто всю трясло от того, что нужно было продолжение прямо сейчас, и его не было. Вторую книгу нам только анонсировали в ближайшее время на тот момент. А третью так подавно еще пришлось бы долго ждать. Поэтому я решила, что когда вторая книга выйдет, я не стану хвататься за ее прочтение моментально. Не хотелось бы мне заново переживать эти эмоции. И как потом выяснилось, я правильно поступила. Тем более, что выход третьей части нам надолго отложили в связи с этими санкциями. И книгу мы увидели только в феврале этого года на своих полках. Ура! Наконец-то я прочитала всю эту трилогию целиком, включая первую часть, которую мне пришлось перечитывать, чтобы освежить некоторые события в своей памяти. Несмотря на то, что основное, я, конечно же, не могла забыть. Настолько меня потрясла эта история. Я долго не могла собраться, чтобы снять этот обзор. Когда я читала книгу, у меня было так много эмоций, что мне кажется, про нее я рассказала уже всем, кто меня окружает. И даже тем, кто не хотел бы про нее знать, я тоже уже все рассказала. И так как выговорилась для съемок видео, у меня уже не осталось запала. И пришлось мне как-то собраться для того, чтобы рассказать тебе об этой истории. А она действительно заслуживает внимания. Действие здесь начинается в Каире 18 века, где на узких улочках этого прекрасного города можно встретить множество мошенников, воров и даже убийц. Наша главная героиня Нари – воровка, которая может пойти на разные ухищрения для того, чтобы заработать. Но у нее есть одна тайна. Нари обладает необычными способностями. Она может видеть болезни на других людей. Некоторые из них даже излечивает. И еще любые, даже очень тяжелые травмы, на ней заживают просто мгновенно. Во многих аннотациях, ну, собственно, на первой книге я тоже это прочитала, сказано, что Нари не верит в магию. Также многие блогеры, я слышала, говорят о том, что Нари не верит в существование магии. Но это было бы странно. Согласись, человек, обладающий своеобразными, очень уникальными, необычными способностями, не верит в магию и чудеса. Я бы сказала, что Нари отстранилась от этого. Она старается не обращать внимания, не показывать свои способности окружающим людям, потому что живет она среди людей, и ее явно не поймут и не примут в этом обществе, потому что она не такая, как все. Она другая. И она отрицает существование магии лишь потому, что так ей проще приспособиться к выживанию. И вот однажды она соглашается принять участие в ритуале по изгнанию демона из девочки. В этом ритуале достаточно опасном. Она видит просто способ заработка для себя, потому что не задумывается о последствиях, о том, что это может действительно быть серьезным ритуалом, и в процессе его привлекает к себе ифрита. Также ей является один очень могущественный джинн, и это наш второй главный персонаж, от лица которого мы периодически будем смотреть на эти события, Дераява Хауш. Такое сложное имя у этого героя. Мне кажется, что автор специально придумала такую большую конструкцию для того, чтобы мы за счет этого имени уже прочувствовали, насколько он страшный, опасный, в общем, мощный такой герой. На самом деле, здесь я бы уже один минус назвала в книге. Лучше было бы показывать его брутальность, скорее его поступками, чем словами и вот этим сложным длинным именем. Но об этом чуть позже. Еще одним главным героем, от лица которого мы будем смотреть на происходящее событие, является Ализейд Аль Кахтани, принц Али, сын правителя волшебного города Девабад. И данный герой, как мне кажется, лучше всего получился у автора, потому что если в начале истории перед нами предстает мальчик, по меркам джиннов, он практически ребенок, то к концу трилогии он становится мужчиной. И многое из того, что для него кажется странным, неприемлемым в начале, он уже начинает по-другому относиться к этому в конце. И на его судьбу влияют очень многие тяжелые события, потому что город этот, джинов, он очень сложный, тяжелый. Управлять им намного сложнее, чем может казаться на первый взгляд. Потому что город постоянно за всю свою историю был захвачен тяжелыми политическими внутренними событиями. И здесь я хочу рассказать о том, почему меня сразу же привлекла эта история в тот момент, когда я читала книгу только первый раз. Мне понравилось, что Шеннон Чакраборти не просто придумала джинов. Она бы сказала, вот это джины, вот они живут в этом городе. У нее все намного сложнее. Джины бывают очень разные. У нас есть целых 6 видов джинов. Я сейчас посмотрю точно, как все они называются, потому что я могу некоторые названия забыть. Я точно помню Гизири, Ая-Анли и Девов. Еще есть Агниванши, Сахрейн и Тахаристан. Все джины отличаются друг от друга цветом кожи, цветом глаз, языком. По факту это разные национальности. Если Агниванши чем-то похожи на индусов, ну из того, что нам описывает автор, я сделала такой вывод, то Гизири это скорее армяне. И в этом городе, помимо того, что идет постоянная конфронтация между всеми этими разными расами, у нас также есть шофиты. Шофиты это дети, людей и джинов. Они имеют такой же доступ в Девабад, как и все остальные, но отношение к ним, как к рабам, их в городе не принимают, их могут продавать, их могут обменивать и относятся к ним, как к чему-то грязному, пытаются от них избавиться. И, конечно же, помимо того, что у нас есть конфликт между самими джинами, постоянно идет напряжение со стороны шофитов. Изначально Гизири пришли в Девабад для того, чтобы защищать шофитов. Их права все время притеснялись бывшими правителями города. Но насколько реально было осуществить задуманное, это можно прочитать только в книгах. Слишком подробно я рассказывать не буду. Если говорить о всех политических подоплеках этой истории, то тут Джордж Мартин и его Королевская Гавань просто отходят в сторону и начинают нервно курить. Я, конечно, утрирую, но это примерно так. Помимо того, что у нас есть вот этот постоянный конфликт, также присутствует, конечно, борьба за власть этого города. Изначально правителями были Девы. Между Девами и шофитами все время была вражда. Изначально Девы считали, что шофитов не должно быть. В принципе, отношения с людьми считались запретными. И чтобы было понятно, насколько у нас идет накал страстей внутри города, я хочу объяснить. Вот, кстати, раньше в первой книге не было карты города. И я очень рада, что во второй нам показали это наглядно. У каждого народа есть свой сектор, в котором они живут. Здесь вот хорошо представлен этот круг, где мы видим эти сектора. Сектор Девов, сектор Гизири, сектор Яанли, Огневанши и так далее. И это не просто так условное разделение. Между этими секторами выстроены высоченные стены. И если нужно попасть из сектора Девов, допустим, на какую-то другую территорию, то сначала ты должен выйти на общую площадь на Медан и уже оттуда перейти туда, куда тебе требуется. Но джины не слишком жаждут контактировать между собой. Между ними все время достаточно натянутое общение. Помимо этой конфронтации, у нас также идет борьба за трон внутри семьи. Ее можно было бы назвать достаточно условной, потому что младший принц Ализейд не претендует на место старшего брата. И тем не менее, многие считают, что это так. Еще в детстве Али был сослан в цитадель для того, чтобы обучаться на война и в дальнейшем стать защитником для своего старшего брата и будущего Эмира. Я думаю, что я уже достаточно рассказала о завязке сюжета. Тут мне нужно остановиться, потому что, мне кажется, я могу бесконечно рассказывать об этой истории, настолько она мне нравится. Но я хочу рассказать еще о нескольких плюсах этой истории, которые побудили меня читать дальше, несмотря на все недостатки, о которых я расскажу чуть позже. Я выделила для себя пять. О политических интригах я уже рассказала так вкратце. И вторым пунктом для меня является колорит, антураж этого мира. То, как хорошо автор описывает нам жизнь Востока. Это не просто такая история, что какой-то человек решил написать вдруг фэнтези о джинах и ничего не зная про мир данных народов, о которых она пишет, она вот создала, допустим, джинов и стала об этом писать. Нет. Шенон Чикроборти очень здорово разбирается во всей этой теме. И она описывает все до мельчайших подробностей. Их одежду, которая очень отличается, культуру, название оружия, обращение к родителям, АМА, АБА. Постоянно это встречается. Я много сталкивалась с непонятной терминологией. Мне приходилось гуглить, потому что я первый раз встречалась с этими понятиями. За счет того, что автор знает об этом очень много, не возникает вопроса, что ты не веришь в происходящие события. Наоборот, настолько сильно проникаешься всем, что она описывает, что кажется, действительно, где-то там, в песках, построен волшебный, удивительный город, куда попасть могут только джины. И третьим пунктом, который просто меня покорил, это то, как Шенон Чикроборти создала свой мир. С одной стороны, в первой книге можно было бы подумать, что это всего лишь история о джинах и людях. Но на самом деле она гораздо интереснее и многограннее. Это мир четырех стихий, где в качестве стихии земли выступают люди, стихии огня – это джины. Также у нас есть стихия воды, мориды, водные элементарии, стихия воздуха – птицы перри. Здесь также есть свой удивительный бестиарий «Одни птицы львы шэдоу, чего стоят». Я гуглила, по-моему, это не совсем львы, но Чикроборти описывает их именно как львов с крыльями. И если в начале истории тебе кажется, что она лишь упоминает о том, что это мир, в котором есть еще водные элементарии, птицы перри, то в течение погружения в эту историю ты все больше и больше проникаешься, насколько продумана эта история. И здесь такие удивительные повороты сюжета, особенно в конце первой части, когда сидишь просто, как будто тебя катили ледяной водой, и ты в шоке, ты не понимаешь, как, что происходит, почему это случилось, что вообще все это значит, кто мне все это объяснит, где вторая книга в конце концов. И мне нравится, что вот это непонимание, которое возникает в какие-то моменты, автор хорошо потом расплетает и все тебе объясняет. И если в первой части еще есть какие-то вопросы, то постепенно клубок раскручивается, ты понимаешь, для чего здесь был сделан такой многогранный мир, нам также открывается его история, в которой объясняется, почему Джинам лучше не общаться с людьми, и вот этот конфликт завязывается уже не только внутри города, но и за его пределами между всеми стихиями. Вау, вау, это так круто, я сейчас говорю просто сама в восторге от того, как все она продумала. Ну и самым, наверное, заключительным плюсом этой истории является то, то, что даже если какие-то вопросы по ходу прочтения возникают и кажется, что они повисают в воздухе, то в конце она развязывает все эти узлы и приводит нас к логическому финалу. Здесь все логично. И вот это идеальное завершение, которое я бы назвала просто замечательным, потому что оно могло бы быть другим, мне понравился финал. Финал здесь такой, как я люблю. Чрезмерно сладкие и сахарные финалы, которые бывают в том же Ром Фанти, допустим, я вообще не приемлю. И я бы, наверное, не сидела сейчас перед тобой и не говорила, какая классная эта история, если бы не финал. Но прежде чем вдаваться в детали всех минусов, а я буду сейчас, наверное, очень много ругать автора и даже не автора, а редактора. Начну с этого. Но, тем не менее, я скажу сразу, несмотря на все эти недостатки, история просто вау, она уникальная, интересная. И автор, как новичок, который создал это произведение, первое, произведение в своей жизни не с нуля, основываясь всего лишь на своих знаниях о Востоке, о восточных странах и их традициях, она большая молодец. И в одной из этих книг было, кстати, описание, какое-то предисловие или послесловие, в котором говорилось, что ее задачей было привлечь внимание читателей к миру Востока, к их традициям. У нее получилось на 100%. Теперь я стала действительно интересоваться неизвестными мне традициями, и сказать по правде, хотелось бы еще какую-то историю от этого автора в этой вселенной. Но я думаю, что ей нужно набраться опыта перед этим, чтобы не было всех этих недостатков, о которых я сейчас скажу. Первый, самый большой недостаток это язык. Ну куда смотрели редакторы? Ну просто иногда такие глупые ошибки здесь встречаются. Мне кажется, эту книгу недостаточно внимательно вычитали. Особенно в последней. Честно говоря, когда я читала первый раз, мне было так интересно, что я просто не обращала внимания на все эти косяки. И переходя из первой книги во вторую, я подумала, ну может быть потом уже автор вырастет, и по ходу прочтения мне перестанут бросаться эти недостатки в глаза. я думаю, что во второй части их было чуть меньше. Возможно, мне кажется. Было очень интересно, потому что... Но в третьей, когда в начале мы читаем, мы понимаем, что произошли действительно тяжелые события, трагические, и автор хочет подчеркнуть нам это, но не знает, как сделать правильно, и везде, практически в каждом абзаце, все в крови. Вот все в крови. Вот если бы я только начала читать, вот как говорит Аня Bookspace, каждый раз, как мне попадается слово кровь, я бы выпивала рюмашку, то уже после двух глав я была бы никакая. Ну зачем? Ну мы поняли, что там, ну можно было как-то иначе это выразить, показать, что все это очень страшно, тяжело. Ну зачем так? Каждый герой лицо в крови, фартуг, одежда, руки, ну все. И сейчас я уже некоторые моменты не вспомню, но неумение автора показать эмоции своих героев тоже очень сильно заметно, потому что спектр мимики, спектр вот этих эмоциональных каких-то реакций, он очень сильно ограничен. Да, они не закатывают глаза, хотя здесь есть по-моему все шаблоны, которые мне когда-либо встречались. И если сначала я думала, что цвет вороного крыла мне не попадется, я сильно ошибалась, под самый конец был цвет черный, как вороного крыла тоже был, да. Но, наверное, я вот вернусь ко всем косякам, которые здесь есть, я, конечно, обращаться не буду, но самые заметные я все же скажу. Наш герой только встречает героиню вот буквально вот здесь. И он хочет ее, не знаю, убить. Он говорит, выйди, кто меня вызвал сейчас, я тебе там ай-яй-яй. Что такое, почему меня кто-то призвал там без моего разрешения, я там супермогущественный джинн. И наша героиня прячется от него, там пытается скрыться, чтобы он ее не увидел, потом он ее находит, тут они оказываются в достаточно сложной ситуации, и он ее спасает. Ты же только что хотел ее убить. Почему ты ее спасаешь? Это же странно. Нет, это, конечно, объясняется парой фраз, но они какие-то нелепые. Зачем надо было тогда говорить, выходи, сейчас я тебя там убью, уничтожу. От таких ляпов мне постоянно хотелось закатывать глаза или делать фейспаун. Примерно так. Потому что тут есть много всяких разных таких сцен. Допустим, наши герои оказываются в страшной ситуации, им грозит опасность, действительно, суровая. И герой такой, давай, все, садись на ковер в самолет, нам надо скорее улетать. нет, пока ты мне все не объяснишь, я никуда с тобой не лечу. Вы сейчас вообще можете умереть? Какое объяснишь? Садись на самолет, потом будешь уже выяснять отношения. Что за вообще? Я знаю, что такие моменты встречаются во многих книгах. Это классическая фишка, классический косяк, который встречается также и в фильмах. Меня это очень сильно подбешивает. Прям трясти начинает. Нет, пока ты мне все не расскажешь, я никуда с тобой не полечу. Тут катаклизм вообще. Непонятно, кто выживет после всего этого, но она никуда не полетит. Ей все равно. Она хочет честности. Любовная линия в этой книги самый большой косяк автора. Мне вообще хотелось все время спросить, а зачем? А что, если бы они были просто хорошими друзьями, этого было бы недостаточно? Почему нужно постоянно говорить о какой-то невероятной любви? Вот ты хочешь ее убить, и вот ты уже прям жить без нее не можешь. Да что ж такое-то вообще? Такое, конечно, может случиться в жизни, но описано так, как будто это все неправда. И в это не веришь. Когда я рассказывала своему мужу о всех этих косяках, он долго слушал, а потом говорит, может быть, автор забывает о том, что она написала ранее? И когда она пишет уже в дальнейшем о происходящих событиях, она частично подзабыла, что у нее происходило до этого, и поэтому идет постоянная нестыковка. И я такая, о, ну точно, очень похоже на это. И если сначала у меня были лишь подозрения, то под конец вообще никаких вопросов не возникло, она действительно некоторые моменты забывает, как она описала их ранее. Для примера, наш страшный, ужасный, очень могущественный джинн Дараява Хауш. Долгие годы не был в родном городе, он немного побаивается туда идти, потому что у него не очень хорошее отношение с правителем, и как только его заметят, его могут посадить в темницу. Логично. Что он делает, попадая в этот город? Сейчас это не спойлер, потому что это не сюжетные важные события, просто я говорю о недостатках. Приходя в этот город, он максимально начинает привлекать к себе внимание. Ну, вот просто оживить статуи. Да не, они все так делают нормально. И я такая «Ты серьезно? Мы же сейчас только что о другом говорили. Нужно поменьше привлекать внимание». Нет, там все обосновано, но с другой стороны. Нелогично. Я делала себе закладки, когда встречала эти косяки, но потом уже забила. Я решила, что либо мне нравится эта история, либо нет. Либо я обращаю внимание на все эти недостатки, либо не придаю им значения. Автор новичок. Она до этого совершенно ничего не писала, и это чувствуется. Но какой потенциал, какая фантазия, какой богатый мир? И еще про героев скажу тоже в плюс. Несмотря на то, что встречая нашу героиню, первая мысль возникает «Ага, это такой стандартный герой, который как обычно, не такой, как все, наделенный суперспособностями, единственный выживший, сейчас он спасет весь мир, ну, в общем, будет все по канону». А в конце концов, Шеннон Чакраборти удивляет своего читателя. Она делает так, что главная героиня не является супер-женщиной, на которой держится весь город и без нее ничего не решится. Наоборот, без своих друзей, поддержки она бы не справилась. И она не такая уж супер, она наоборот очень даже заурядная в каких-то моментах. И многое в ее судьбе противоречит вот этой единственно выжившей, единственная из многих, самая идеальная, уникальная, неповторимая и вообще супер, припупер. Нет, такого здесь нет. Герои не шаблонные. Здесь много пафоса и страдалок. Вот, наверное, это еще один минус. Но, смотря с чем сравнивать, для меня очень много пафоса. Особенно в герое Дара Ява Хауши. От того, что у него такое длинное имя, и многие повторяют его целиком, хотя здесь есть сокращение в виде Дары, но мне оно не слишком нравится. Лучше было бы, если бы он поменьше страдал и поменьше нытья, побольше дела, вот как-то так примерно. Тем не менее, ну, это не самый мой любимый персонаж, но его линия сюжетная в конце мне понравилась. Можно ее назвать счастливой, но автор могла бы сделать очень сладкий финал, а все совсем не так. И ты веришь в хорошее, в будущее, в счастливое для наших героев, но понимаешь, что остается такая горчинка, что после всего, что они пережили, они не смогут вот так просто взять и сделать вид, что эти события в их жизни не происходили, все бросить и жить дружно и счастливо. Нет, такого не будет. Я в восторге, как можно понять. Это было великолепное погружение в сказку Восток, Арабская ночь. Я рекомендую попробовать всем любителям фэнтези, тем, кто не обращает внимания на пафос, на косяки какие-то текста и кто легко переносит такое в жанре ром-фанд, я анкедаут вообще тем более рекомендую. Пиши в комментариях, может быть, ты уже читал эту трилогию про волшебный город, какие у тебя были впечатления, возможно, ты уже застрял где-то на первом томе из-за любовной линии и дальше не хочешь двигаться. Давай пообсуждаем все это в комментариях, буду очень рада любому общению, но на сегодня все, желаю тебе только красных эмоций от книг. До встречи! Субтитры